хей ого смешники мы продолжаем про дитеру под названием risen ну что в принципе в прошлой серии мы начали работать на дону мы следовали еще также бонусы болота можно подумать короче собираем утки чем можно себе представить не беспокой меня собираем говорится все из это китай мы за него рассказали не могу сейчас говорить плохо ладан что это было ветер так подожди но я получается у всех собрал все что это было до касаемо работенки которую ты мне поручил а сэма деньги брать нет сам работает на меня хороший парень умеет держать язык за зубами понятно с кого именно мне нужно брать деньги у тебя что голова дырявая со всех кроме моих парней оскар кузнец рабочие хокинс энрико бреннан и дуайт охотники дак и луис а еще болотный фермер роберт и оба трак обель да пошевель так хорошо то есть мы с вами получается собрали с двух которые там работают так двух охотников мы забрали лимит не сомневаюсь что у тебя полно дел только поискал мне в деньги что ты ему должен у лусь брогер прислал меня за деньгами что ты ему должен так ты на него работаешь я думал у тебя мозгов побольше вот забирай надеюсь они тебе поперек горло встанут луис он не прочь выпить да частенько да но он к этому приспособился не спрашивай меня как но ему это помогает и он лучший наставник из всех что здесь есть ну как скажешь даже осмыслить за мимо сидел подожди 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 займемся делом об облим послушайте кольцо неплохой на самом деле если так посмотреть зачем мне одни и те же я кстати топоров на фармил старика того давайте чтоб одна версия у меня была ну да так хорошо кто мне там еще остался чувак который как я понимаю здесь у это мне значит туда нужно теперь костром ходить и и мою млад в этот дача льдился и я пытаюсь тут спать я собираюсь получить сам знаешь что брэнон давай плати броггар теперь тебе поручил собирать да ладно я заплачу но на этот раз мне действительно нужна защита что она имеет ввиду и я пытаюсь тут спать боюсь никто из бойцов не придет тебе на помощь а да я так и думал для бойцов они что-то не слишком любят битвы но спасибо что ты спросил стоп то есть я здесь сниму был был броггар хочет получить свои деньги возьми мое золото возьми все только оставь меня в покое что пора платить за защиту давай деньги не надо грубости так давайте знаете что все таки сделал я попытаюсь всего отмазать посмотреть что не в карманах просто проверить давай честность у тебя а блин ехать хотя знаете что могу сделать смотрите прикол я могу сейчас сделать два ложных удара и 3 сильным по нему попасть мне бы желательно где тоже найти меч хороший давай да ты надоел надо его зажать чертям да наконец-то о так у тебя тоже сколок она история но мне нужен твой сколочек был так теперь нужно сходить к кузнецу и у кузнеца спросить деньги что за шум у тебя наверняка есть в другом месте я пришел за деньгами брогера что быть на побегушках у брогера не лучший способ обзаводиться друзьями это что же ты теперь деньги собираешь мне дело нет до этого да мне дело нет до этого деньги давай вот чтоб тебя дергер за задницу ухватил что можешь предложить кстати я могу не вот нычек о улучшенный щит новый кстати могу иметь хорошее здесь перекупить если так подумать нужно ли он мне 48 дамага я не знаю отмычки вообще ломается а а походу ломается так ладно этот у меня есть так подожди топор я купил 48 дамаги ух ух просто ух а у меня три лука ема надо бить лук продать а подожди я могу илья объединить нет походу этот двуручный топор палачи постоянно обращаются к этому оружию так нападе я взял дань со всех что это было да к самая рода которые ты мне поручила на вот список который так ты мне мишу до касс стоп а кого еще не спросил что я немножечко врубить и не могу так стоп а ты один там а у тебя там места нету насчет брокера ты не станешь аниме следили и сэм батя трогера устраивает бои на арене понравился ли это дону ходят слухи что брокер хочет так короче дерьмо все что мне делать подожди я немножечко цепи врубать что-то я в натуре еще не шарю что-то я внушил что-то я внушил что-то я внушил тихо я думаю ну-ка кто тут у нас такой болтливый с кем не где мне с кем-то поговорить надо о нашел брогер хочет деньги за защиту вот забирай и оставь меня в покое так подожди ты последний чел чел ты чел ты клэй займет твой пост давно пора спасибо вот тебе кое-что я всегда возвращаю долги а теперь мне надо отдохнуть получается я надеюсь теперь все то что я уже что это было да касаемо работать что если так никого из твоих должников нет в живых не с кого брать деньги никого из твоих должников нет в живых не с кого брать деньги отлично но где мои 200 золотых все равно его спасла скинем так я выполнил работу и оставляю золото себе я знал что ты хочешь меня надуть думаешь ты можешь обвести брогера вокруг пальца от тебя рыбка ждет большое потрясение это случится тогда когда ты меньше всего будешь этого ждать понятно и это мне есть теперь денежка ой я собрал все деньги для брогера что теперь я собрал все деньги для брогера что теперь если мой муж об этом узнает он немедленно прикажет брогера убить а мне достанется по первое число за то что не смогла Возможно, тебе стоит отправиться к Брогору и рассказать ему, что знаешь. Пригрози, что сообщишь Эстебану. Может быть, он сдастся. Так, по крайней мере, какое-то время тут будет тихо. Ладно, попробуй с ним поговорить. Окей, попробуем с ним поговорить. Ну, а я все равно же сохранился, так ведь? Что это было? Возможно, мне стоит рассказать Дону о том, что я знаю Брогора. О чем? О моих сборах пожертвования? На защиту? Ты думаешь, что он поверит такой маленькой рыбке, как ты, а не мне? Ты и вправду угрожаешь мне? Ты действительно настолько глуп? Рыбка, ты еще не доказал мне. Ладно. 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 Ну давай, кто ково? По одному удару делаем О Ага Покер В любом случае, мне не спалось Так, здесь с доном Я хочу... Что можешь предложить? Так, подожди, это не то Я хочу поменять руду на заготовки для мечей Да как два пальца Что тебе нужно? А, подожди А как мне... А зачем это тебе с ним видится? Попробуй залезть на дерево перед храмом Ближе к нему тебе не подобраться Должен быть способ увидеться с доном Что-нибудь, что ему нужно Все, что не блестит, ему не к черту Не удивлюсь, если когда-нибудь он собственную жену в золото закатает Тогда, может быть, ему нужно что-то золотое Чего у него нет Мы нашли навершие рукояти меча Прекрасное изделие Принадлежало раньше одному командиру, который повздорил с огром Найдешь клинок к этой рукояти Дон тебя может прямо в волосатую задницу расцеловать Да какого хрена? Я сам готов буду сделать это Я найду клинок для Дона Если хочешь заняться его поисками на здоровье Но если хоть один кусочек зажмешь себе Хоть одну блестящую золотую крупинку Я об этом узнаю У меня и в мыслях такого не было Так, золотая пломбинка для Оскара Я собрал все осколки клинка Моя правда была Прекраснейшая работа Ему повезло, что тут есть я И я могу вернуть его к жизни, а? А что ты тут стоишь и смотришь Как будто от меня какой-то награды ждешь? Ладно, возвращайся, когда я закончу меч Я тебе покажу, на что способен настоящий мастер Вот так Феникс возрождается из пепла, а? Прекраснейшая штука, правда? Ммм Он прекрасен Правда ведь? Все, отдай, отдай немедленно, а то еще поцарапаешь Спасибо Хороший у него баланс Вот, забирай Ага Когда Дон его в руки возьмет, станет самым счастливым человеком в мире Я хочу научиться у тебя обработке металла Я хочу научиться у тебя обработке металла Может мне бы не помешал помощник? Только смотри Один раз облажаешься и вылетишь как миленький Так, давайте восемь Кузнец, здесь ты, а я просто хочу научиться обработке металла Я могу Если бы я хотел получить этот меч, во что бы это мне встало? Да к чему тебе это? Этот меч для Дона А, я тебя раскусил Хочешь при помощи этого меча с ним увидеться? Сколько? У тебя денег не хватит Я слушаю. Ладно. Двести. Мне пришлось на слабо потрудиться. Ладно, давай меч. Двести монет? Ладно. Давай сюда меч. Ты у кого столько денег украл? Хорошо. Вот тебе меч. Только не забудь сказать Дону, кто его сделал. Хорошо? Хорошо. Давайте, наверное, я куплю кузнечное дело. Мне оно пригодится по-любому. Если хочешь сделать меч, нужна заготовка. Слушай внимательнее и не щелкай клювом. Сначала нужно раскалить заготовку, прогревая ее равномерно. Когда она засветится, значит уже можно придать ей форму молотом. Потом охлади клинок, чтобы закалить его. А затем точишь клинок на точильном круге. Есть вопросы? Нет. Я все понял. Спасибо тебе. Ага. Конечно, обработка металла одними мечами не ограничивается. Если найдешь стол ювелира, сможешь делать украшения. Я вижу, о чем ты думаешь, умник хренов. Но только попробуй тут за чей-нибудь волшебный амулет ухватиться, и ты мигом перестанешь улыбаться. Магические предметы черпают свою силу из камня, которые в них нужно вставить. Я хочу выковать полуторный меч. Ты уже знаешь, как ковать обычные мечи. Для меча побольше нужно изменить подход. Большой клинок быстро остывает. Так что нужно работать быстрее и точнее. Схвати молот повыше, меньше будешь сил тратить, и при этом быстрее работать. Аккуратность поможет тебе в ювелирном деле. Так ты сможешь создавать более изящные и богатые украшения. Ну, мне уже не хватит... А, мне и золота не хватает уже. Ну, слушайте, я к нему еще вернусь. Я, наверное, как раз теперь начну траву продавать эту чертову. Что это было? Продавать траву эту. А сейчас идем с вами к дону. А, кстати, давайте я меч посмотрю, насколько он хорош. Золотой меч. Шедевр Оскара. Ну, слушайте, 30 урона, по сути, хороший меч. Ну, блин, его можно же использовать как обычный. Ладно, похер. Стой, где стоишь. Больше ни на шаг я не подпущу тебя к дону. У меня подарок для дона Эстебана. Не мое дело оценивать подарки. Покажи его жене, Рейчел. Я стражник. Выполняю приказы. Окей. Рейчел. 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 Эй, эй. Я слышал, Дон хотел заполучить меч. Золотой меч. Так вот, он у меня. Ты это серьезно? Ты действительно смог собрать все куски? Просто невероятно. Даже не скажешь, что он был сломан. Оскар безупречно знает свое дело. Я так думаю, этого достаточно для встречи с Доном. Шутишь, что ли? Он за такое разведется со мной и женится на тебе. Полагаю, я могу войти. Все, я могу войти. Так, если будут такие просадочки, нужно будет переспустить запись, а то будет снова минус серия. Стой, где стоишь. Рейчел сказала, я могу поговорить с Доном. Правда? И мне просто поверить тебе на слово, да? Может, мне ее сюда привезти? Уверен, она будет в восторге от того, как исполняются ее приказы. Да, да, хорошо, я все понял, проходи. Только не беспокой его, а то Рейчел подаст на обед наши с тобой кишки. А ну, зато я теперь могу сюда войти, наконец-то. О, нихера там огур хулин какой-то. Кармак, Финчер. Давайте со всеми поговорим. Ты, наверное, сначала хочешь поговорить с Доном, а не со мной. Ладно, уговорил. Сначала поговорим с Доном. Так, осталось только понять, кто из них Дон. Кракас. О, кисок, стоп, 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 стоп. Я подумал, туда можно войти. А где Дон? Я, по-моему, там Дон, поэтому я туда и побежал. Где Дон? Не, я точно думаю, что тут не Дон. А, сейчас еще от падения сдохнуть. А где Дон? Подожди. Я занят. Если только Дон. Это чувак разоварит? Как так вышло, что Огур сторожит бандитское золото? Дон Эстебан спас мне жизнь. Так что теперь она принадлежит ему. Я Каракас. Работаю на Дона Эстебана ради своей чести. Я смотрю, у тебя тут нехило золотишко. Это из развалин. Люди Дона как пчелки трудятся. А я чилиное жало. Дон, видимо, доверяет тебе, раз оставил одного с такой кучей золота. Дон Эстебан говорит. Нет никого лучше, чем Каракас. Для меня важна лишь моя честь. В золоте нет чести. Лишь жадность. Похоже, лучшего охранника Дону не найти. Кое-кто пытался испытать Каракаса. Никто не прошел. Верю тебе на слово. Те, кто неверен, находят смерть. Те, кто верен, учатся у меня, чтобы защищать Дона Эстебана. Ты здесь тренируешь бойцов? Дону Эстебану нужны сильные руки и острые топоры. Я хочу улуч... Топор он мне может улучшить. Неплохо, неплохо. Блин, мне нужен Дон Эстебан. Что тебе нужно? Что за этой дверью? Никому нельзя в покое Дона. Даже не думай об этом. Тебе не сдобровать, если будешь здесь околачиваться. Точно. То есть мне нужно теперь ждать до утра, в натуре. Да уж. Ну, хотя скоро по ходу утра. Так, есть у кого-то тут лишняя кровать свободная. До утра поспим с вами, встанем. После чего пойдем к Дону и нас все равно должны к нему впустить. Ну, как вы видите, нам нужно ничего не говорить, чувачок, когда мы заходили в тот раз. Я могу еще и резву как бы играть тоже, как вариант. Хотя... А кто-нибудь нас спросил, чего хотим мы? У тебя привычка входить без предупреждения. Кто ты? Я потерял кораблекрушение, пришел предложить свои услуги. Я потерпел кораблекрушение, пришел предложить свои услуги. Кораблекрушение? Мне нужны настоящие мужчины, удачливые. Ты видел, как твой корабль терпит крушение. Ты считаешь это удачей? Когда все погибли и выжил я один? Я считаю это удачей. Хм, полагаю, мы все потерпели крушение на этом острове. Отверженные жизнью, теперь отрезанные этими штормами. Я дам тебе шанс, чужеземец. Докажи мне свою удачу. Есть люди, настаивающие лагерь против тебя, леди, которая... Так, богатеет, и я могу тебе предложить то, что не могут другие предоносить. Я принес тебе меч, который ты искал. Хм, это работа Оскара. Я сразу понял. Мы оба искали этот меч с тех самых пор, как узнали о нем. Вот оно. Прямо у меня в руках. Вот, возьми золото в награду за свои усилия. Гордость съедена заживо в этом проклятом болоте. Проглочена злостью. Отравлена праздностью. Иногда мне кажется, что Финчер единственный человек среди них, у которого осталось самоуважение. Он сказал мне, что у тебя есть гордость. Но есть ли у тебя твердость? Мне очень нужна гордость. Поэтому я предоставляю тебе шанс доказать, чего ты стоишь, чужеземец. Я бы хотел узнать больше о том, что здесь произошло. Почему ты и твои люди оказались на болоте? Инквизитор глубоко вонзил свои когти в плоть этого острова. Крепко стиснуты Харбортаун и монастырь. Вот что он думает. Так кажется и всем остальным. Число членов Инквизиции растет. Люди поступают к нему на службу. Я вижу, как человек наживает себе врагов. Человек тратит свои силы на тварей в развалинах. Потому мы затаились здесь, как паук в углу своей паутины. И выжидаем. Что ищет Инквизитор на развалинах храма? Белые мантии забирают все, что находят в монастырь. А там маги трудятся над разгадкой тайн. Это все, что мне известно. Пока они сторонились этого храма. Но сколько это еще продлится? А что было до того, как появился Инквизитор? Продажные власти, как в других землях, которыми правит материк. Один чиновник сменяет другого, тянут жилы из народа, борются за власть. Когда они отправили своих людей на материк, мы уже были готовы. Во имя нашего народа я взял все под контроль. В борделях стало чисто, цены снизились, у людей появилось достоинство, гордость. Потом разверзлась земля, и выросли развалины храма. И Инквизиция со своими методами пришла вслед за этим. Почему сюда? Из всех мест, почему именно сюда? Он от нас что-то скрывает, Инквизитор. Но я узнаю его тайну. А тем временем я выкапываю из руин столько золота, сколько возможно. С золотом, с золотом можно сражаться за власть. Что ты планируешь делать? Я хочу вернуть себе город. Это наш город. Он принадлежит жителям острова, а не материка. По этой причине я оставил в городе своих людей, когда мы уходили. Они должны были присылать мне информацию. Но я уже несколько дней ничего от них не получаю. Кажется, настали времена, когда все идет не так, как задумывалось. Как я могу помочь тебе? Узнай, что случилось в Харбортауне. Разыщи моих людей. Не представляю, живы ли они, в тюрьме погибли. Или еще хуже, не переметнулись ли они к врагу. Ну, ступай в город, разузнай, что случилось. Назови имена своих людей в Харбортауне. Нет, нет. Я тебе еще не доверяю. Отправляйся в город, ты найдешь их. А если нет, и тебя вдруг схватят, то без имен есть шанс, что они останутся на свободе. Я не буду подвергать своих людей опасностей. Ну, логично. Я согласен отправиться в город для тебя. Хорошо. Иди и узнай, верны ли мне мои люди. И еще одно. Да. Инквизитор, собери о нем все сведения, какие только сможешь. Здесь, в этой дыре, я слеп и глух. Я должен знать, что задумал этот фанатик. Ради своего народа. Ради своего острова. Так, если что тебе так. Подожди, я не могу ему сказать, что, как бы, чувачок со списочком у нас. Я бы вас понял. Давайте со всеми, кто здесь есть. И что мы можем для тебя сделать? Возможно, немного подлечить? Ты, маг, и ты служишь Дону? Кто-то же должен о них позаботиться. Эта участь выпала мне. Большая честь. И, к тому же, позволяет заниматься тем, что мне нужно. Ребята здесь немного буйные. Но мы заключили соглашение. Я их лечу, а они не мешают мне проводить исследования. Исследования? Именно. Здесь многое предстоит открыть. Например, магический барьер в подземелье. Опа. Магический барьер. Они были очень неглупыми, те, кто здесь строил. Они полагались не только на железо и камень, чтобы защититься от людей. Они, кроме всего, владели магией. Если отважишься проникнуть вглубь храма, то увидишь сам. И это не единственное на острове место, охраняемое с помощью магии. Что ты можешь рассказать мне о монастыре? Это место для размышлений и получения знаний. Место для медитации. Впрочем, сейчас это всего лишь отвратительная площадка для учений инквизиторов. Там, где царили безмолвие и мысль, теперь раздается стук дубин упражняющихся воинов Ордена. Но там есть те, кому важны науки. Те, кто хранит знания Ордена. Кто-нибудь из них может поделиться своими знаниями? Хм. Можно обратиться к мастеру Илюмару. Он обучает делать свитки. Возможно, это простая магия. Но было бы ошибочно недооценивать силу свитков. Спасибо. Поговорю с ним, если встречу. Я бы сделал то же самое. Ты не пожалеешь об этом. Маг, что я должен сделать, чтобы обладать навыками, нужными в магии? Эта тропа приведет тебя в Харбортал. Думаю, поиски этой твоей магии лучше начать оттуда. Все хорошо. Дальше. Пинчер. Это война. Значит, Дон дает тебе шанс. Да. Повезло тебе. Повезло. Я знаю, как это выглядит. Он, скрывающийся в том храме. Позволь дать тебе совет. Не пренебрегай ему. Он просто выжидает время. Остров принадлежит Дону. И он собирается вернуть его себе. Что ты делаешь для Дона? Я занимаюсь его делами. Присматриваю за людьми. Сейчас это в основном означает Инквизиция и Белые Мантии. Раскопки ведутся на нашем острове. Какое право имеет Инквизиция все отбирать? Если ты не хочешь, чтобы они и тебя забрали, лучше тебе потренироваться. Опа. Я хочу улучшить мои боевые навыки. Арбалет третьего уровня меч. Давайте пока что это завершу. Давайте, короче, закончим с вами в следующей серии. Мы сходим быстрее ко кузнецу. Я у кузнеца возьму и прокачаю кузнечное дело. Посмотрим, что вообще я смогу сделать в кузнице. И как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...